Всем привет! Я очень рада приветствовать вас на моем YouTube канале. И сегодня мы с вами опять будем разговаривать про уход за кожей лица. Сегодня я хочу вам рассказать о трех новых продуктах. Они у меня не сложились в любовь к определенной марке. Это те продукты, которые я в течение лета пробовала. Это те новые продукты, о которых я вам еще не рассказывала, которые мне очень-очень понравились и, собственно, информации о которых я спешу с вами поделиться. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди у нас с вами еще очень-очень много интересного. Первый продукт, о котором бы мне очень хотелось вам рассказать, это вот такой вот волшебный фагодерм. Это гель с бактериумфагами от марки Микромир. Это российская марка, это российский производитель. О нем я также услышала от Лены Крыгиной. Он был у него представлен в коробочке, которая была посвящена уходу за проблемной кожей. Лена данный гель очень хвалила. Во время бьюти дня Селены Крыгиной я данный гель себе купила, попробовала его и, признаюсь честно, осталась действительно в восторге. Данный гель с бактериумфагами это просто настоящая палочка-выручалочка для всех обладательниц жирной комбинированной кожи, кожи с различными высыпаниями, потому что это очень классное антибактериальное средство. В его составе находится бактерия фаги, которая уничтожает 47 видов различных бактерий, которые находятся на нашей коже. Его рекомендуют для ухода за проблемной кожей и для профилактики бактериальных инфекций кожных покровов. Данный крем наносят тонким слоем на всю ту зону, для которой вы хотите провести антибактериальное лечение. В своем случае я наношу данный гель на все лицо, периодически даже наношу его на зону декольте. Собственно, я его наношу на все те зоны, где у меня вдруг неожиданно появились какие-либо высыпания. Наношу его после того, как я свою кожу очистила и уже протонизировала. Данный крем можно наносить на ночь, но я предпочитаю данный крем наносить в дневное время, если я никуда не иду, если я нахожусь дома и занимаюсь домашними делами, потому что я в течение дня предпочитаю обновлять слой, то есть наслаивать данное средство. Я с утра наношу первый слой, днем я наношу на зону самыми активными высыпаниями второй слой, и вечером я могу нанести третий слой данного геля, прям слой за слоем, на мою кожу, на проблемные участки. И вы знаете, воспаления действительно уменьшаются, количество воспалений сокращается, кожа очень и очень неплохо начинает выглядеть. В принципе, данное средство даже дает эффект сужения пор и небольшое выравнивание рельефа вашей кожи. Производитель рекомендует в течение 40 минут после нанесения данного средства ничего поверх данного средства не наносить, чтобы позволить данному средству максимально активно воздействовать на вашу кожу. По истечении 40-50 минут вы можете нанести поверх данного средства, допустим, ваш дневной базовый увлажняющий крем, что я периодически делаю, и дальше уже, если вы хотите макияж, либо SPF-защиту. Данным средством я очень и очень довольна. Я не использую его каждый день, я его использую в случае каких-либо высыпаний. Наношу его периодически, профилактически на все лицо и наслаждаюсь чистой и здоровой кожей. Еще одно средство из моих летних новинок, которым бы очень и очень хотелось с вами поделиться. Это вот такая вот маска. Маска для лица, гидроактив, от немецкой марки Dr. Grandel. Про мою любовь к марке Dr. Grandel вы знаете. Все вы знаете про мои обожаемые хиалурон филла капс, капсулы с гиалуроновой кислотой от марки Dr. Grandel, которые всегда есть в моей домашней косметичке. А совсем недавно я попробовала вот эту вот маску. Также покупала ее для одной из своих поездок и осталась очень довольна, потому что данная маска также на основе гиалуроновой кислоты, и ее можно использовать как экспресс-маску, то есть, в принципе, вы заметите, видимо, эффект даже после трехминутного контакта данной маски с вашей кожей. Если же у вас есть время и вы решите подержать данную маску на своей коже дольше, я, соответственно, периодически с ней хожу 10, 15 и 20 минут, то, соответственно, эффект увлажнения будет еще более ярко выраженным. Что мне понравилось в этой маске? Первое, она достаточно доступная по цене. Второе, она действительно работает, потому что после использования данной маски ваша кожа заметно более увлажненная становится. И третье, то, что консистенция данной маски в виде геля. Гель этот прозрачный, в принципе, он достаточно быстро впитывается, и данную маску можно использовать как аналог экспресс-флауэр-джел от марки Sisley. Только маска от марки Sisley стоит, по-моему, около 120 евро, а вот данная масочка стоит около 17 евро. Там, где ее покупаю я, ну, согласитесь, разница налицом. Как я уже сказала, маска этой довольна. Периодически ее использую раз в 3-4 дня, если мне надо увлажнить свою кожу, либо если я хочу поукаживать за кожей лица, но у меня нет времени на более длительные маски, я вот на 3-4 минутки наношу вот эту вот экспресс-масочку на свое лицо, и довольная-довольная результатом. Еще одно средство, которое я попробовала этим летом, это вот такой вот Skin Soothing Polish от американской марки Murad, созданный дерматологом. Вы от меня уже про эту марку много всего хорошего слышали. Эта марка относится к моим любимчикам, к моим любимым маркам по уходу за кожей лица. Да, вот в данном случае я взяла еще одно средство из линейки Pore Reform. Это линейка, которая борется с расширенными порами, и это такой эксфолиант, который глубоко вашу кожу эксфолирует, сглаживает рельеф вашей кожи, уменьшает поры, соответственно, очищает все загрязнения. Он, помимо кислот, входящих в его состав, еще и обладает такими достаточно мелкими абразивными частичками. Он, вот как вы видите, вот такого вот розовенького цвета, и данная туба объемом 100 мл. Я ее покупала как некое дополнение для моего очищения от марки Murad с АХ и БХ кислотами, которые я очень-очень люблю в объеме 200 мл. А вот это вот средство я покупала, в первую очередь, для лица. С удовольствием его использую. Единственное, что вот в моем случае оказалось достаточно важно не переборщить, потому что моя кожа, несмотря на то, что она жирная, она еще и очень чувствительная. Периодически после использования данного эксфолиатора моя кожа дает через день, либо через два дня чуть более активное высыпание, что мне не совсем нравится. Не до конца еще понимаю взаимосвязь между двумя этими процессами, и действительно ли данные высыпания вызваны конкретно этим продуктом, поэтому на данный момент стараюсь использовать его достаточно аккуратно, и после него не использовать никаких других средств с кислотами, дабы дать коже восстановиться и обновиться полноценно. И последнее средство, о котором бы мне хотелось в этом видео вам рассказать, это средство было куплено мной совсем недавно, во время моей поездки по Италии в одной из итальянских аптек. Это вот такое вот средство от марки Голиник. Давайте я вот так вот, наверное, покажу, будет лучше видно. Это Матифайн антиимперфекшн эликсир. Это вот такая вот матирующая сыворотка, которая борется с несовершенствами лица. Разработана специально для комбинированной жирной кожи. Голиник это у нас французская марка, марка французской аптечной косметики. Бутылочка вот такая вот, 30 мл, с вот таким вот носиком-дозатором, защитным колпачком. Меня очень заинтересовал состав данного средства, потому что в него входит моя любимая, помимо всех остальных замечательных компонентов, еще и моя любимая молочная кислота, которая очень хорошо воздействует на кожу, особенно на кожу жирную и комбинированную. И я все последнее время стараюсь достаточно активно пользоваться данным средством. Я, как правило, после очищения и тонизирования моей кожи, я наношу на зону вокруг носика средство антиружорфорте от марки Авена, которое борется с розацией, а на все остальное лицо, то есть на зону лба, на зону щек и на зону подбородка, на зону шеи и периодически даже на зону декольте, я, как правило, наношу вот этот вот ликсир тоненьким-тоненьким слоем. Он очень приятный, очень легкая, приятная консистенция, не скатывается, очень хорошо взаимодействует со всеми остальными кремами. Позволяю данному средству впитаться и через 3-5 минут уже наношу поверх него мое базовое дневное увлажняющее средство. Все вместе данные продукты работают очень неплохо и могу действительно подтвердить, что количество кожного сала данное средство контролирует, количество себума, которое ваша кожа вырабатывает, мое лицо начинает блестеть позднее, нежели оно это делает в режиме без данного средства. И также средство действительно неплохо влияет на улучшение внешнего вида кожи, то есть на борьбу с какими-то различными мелкими несовершенствами. Вот эти вот несовершенства, они исчезают. Но они исчезают не из-за светоотражающих частиц в составе крема, не из-за видимых каких-то воздействий, а из-за того, что благодаря препаратам, входящим в состав данного средства, эти несовершенства, они вылечиваются, собственно, и проходят. Поэтому смело вам могу данное средство рекомендовать и, наверное, с удовольствием буду им пользоваться еще долго-долго и долго. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Я очень надеюсь, что не позволяю вам скучать, что вам интересно смотреть мои видео. Если вам нравится данное видео, ставьте пальчики вверх. Оставляйте, пожалуйста, комментарии внизу. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, скорее подписывайтесь. Как я уже говорила в одном из предыдущих видео, в преддверии Нового года я обязательно буду проводить очередной конкурс на моем канале и буду разыгрывать ценный бьюти-приз. Спасибо большое, что остаетесь со мной. До скорых встреч. Пока-пока-пока.